Приветствую вас и предлагаю вам прикольные, авантюрные, абсурдные, скандальные политические новости без Украины, без России, но за прошлой неделе. Да, действительно, это новости и вот то, что в мире сейчас обсуждают. Вы что думаете, что обсуждают войну Украины с Россией? Ой, да умоляю вас. Это уже не интересно. А что же интересно? Ну, топовая новость, которую больше всего обсуждает, это смерть президента Ирана. Вы знаете, разбился вертолет, он, соответственно, погиб и сейчас есть исполняющие обязанности. Будут новые выборы и есть такое мнение, что новым президентом Ирана станет сын Раис. Не исключено. Понимаете, в Иране выборы как бы есть, но все-таки более главную роль играет их Айатала. Понимаете, какая ситуация? Айатала, формально отклонный лидер, знаете, де-факто де-юре, а де-факто лидер. У него своя армия. Причем с танками, самолетом совсем. По этой причине понятное дело, как бы президент, да, но по этой причине пока все остается как есть. Да, остается Иран, остается диктатура, остается, ну вот, понимаете, он называется президент, но фактически он шах. Да, старая традиция. И Иран остается опять в средних веках. Но посмотрим. История исправляет свои ошибки. Я думаю, с современем и в Иране действительно произойдут такие изменения, когда не будет то, что мы сейчас знаем в Иране. Потому что в Иране фактически возродили или создали, ну, в средние века. И по этой причине эта страна обречена на загибель. Что есть, то есть. Следующая новость. Ну, она действительно довольно интересная. Значит, смотрите. Есть международный уголовный суд. Да, да, есть такой. И вот там судья хочет выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Натаньяку из-за одной лидера Хамаса. Он объясняет так, что вот и те, и другие виноваты, надо их арестовать. И тут скандал. Скандал. А тут действительно скандал. Президент США пригрозил лично. Лично. Ну, скажем, прокурору Международного уголовного суда и вообще судьям, что если будет ордер на арест премьер-министра Израиля, сюда не будет. Ну, честно говоря. Ну, понимаете, против Хамаса никто ничего не имеет против, пожалуйста, но премьер-министра нет. В чем есть сложность? Если действительно выдадут этот ордер на арест, то, грубо говоря, премьер-министра даже будет сложно прилетать в США. Понимаете? И по этой причине, да, Байден обиделся. Ну, что это такое? Мы же не для того, чтобы создавали Международный уголовный суд, чтобы он там такой вытворял. Ну, я понимаю, пиарец. Я понимаю, люди срача хотят. По этой причине я не понимаю, что это абсурдный ордер на арест. Но, а по выпендриваться, хуже тебе полить. А это решение Конституционного суда ЮАР. Ну, вы знаете такую страну ЮАР? Знаете. А такая ЗУМА? Что вы не знаете ЗУМА? Это бывший президент ЮАР. Ну, скажем так, его утопали. Сильно утопали. Сильно. И он хочет вернуться. Хочет, хочет. Но Конституционный суд, после многих рассмотрений, принял решение запретить ему опять избираться в президенты ЮАР. Для него, ну, как для любой человек, который был возле госкормушки, трагедия. Вообще, ЮАР это настолько коррумпированная страна, настолько поделена по кланам олигархам. И жутко нищие. Ну, правда, понимаете, что ситуация в соседней стране еще 5 дней, так у нас на фоне хорошо смотрится. А так да. Ну, если когда-то будете в ЮАР, сразу же... Нет, там есть города шикарные. Есть просто, действительно. Есть города, куда действительно возят на экскурсию. Значит, сейчас немножко объясню. Или хороший автобус, или хорошая машина, сопровождающая, ну, без охранников, лучше не дергаться. И вас везут по Йоханнесбургу. Вы видите это убожество. А там, понимаете, очень запущен в состоянии, все разгромлено, потрощено. Да, 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 да. Дали свободу представителям афро-негритянских. И вы это все посмотрели? Там такие мусорки. А вы что там? Вы уйдете по городу. Знаете, вот город, как апокалипсис. Там выезжаете, и домой, 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 домой. И потом говорит... Зато добыча полископальных продаж. ЮАР это сырьевой предаток. Действительно, на продаже сырья много зарабатывает. Да, зума потерял кормушечку. Очень хочет. Поэтому причинен так бедный хочет класть. Ну, как все, как все. Следующая новость. Ну, она довольно... Тоже из Африки, но довольно простая, вы бы сказали. Руанда направила две с половиной тысячи своих солдат в Мазамбик. Для того, чтобы разбить лагеря проклятых, ну, скажем, повстанцев-сепаратистов, которые хотят что-то сделать в Руанде. Ну, Африка, Африка, Африка. Самое смешное, знаете, в чем заключается? Вот они направили, и Мазамбик вы... Ну, протест. Честно говоря, протест смешной. Потому что вот эти вот, как бы, повстанцы... Ну, они себя называют повстанцами, ты называете террористами. Они там очень долго. И там, чтобы вы правильно поняли, вот Мазамбик, чужая территория. А там часть территории контролируют эти повстанцы. Просто контролируют. А власть Мазамбика... По этой причине вот эти зашли. Ну, как же так? Это же наша! Говорят, отстаньте! Мы тут без вас разберемся. Ну, боюют. Следующая новость. Опять Африка, да черт возьми! Значит, американские войска уходят с нигера. А их мяч-то займут, отдать-то за Россию придется восполнить, да. Но, по большому счету, скажем так, одни уходят, други и остаются. Да, да, нигер... Вот я говорю, бедный, нигер еще беднее. Там действительно жуткий. Там проблема заключается в том, что там есть полезные ископаемые, есть. И некоторые добывают, но большая часть не добывает. Причина выхода к морю. Выхода к морю нет. Да, можно через другие страны, но другие страны не пускают. Вот я говорю, что нигер, а есть нигерия. Нигерия с нигером на ножах. Прямо по-моему, это слово. Состояние войны, постоянное. Причем там лет 314. И по этой причине, если они хотят говорить, а можно, а нельзя! Получается, если ископаем, а как их... Так что там... Ну, честно говоря, знаете... Настолько абсурдные события, они даже не понимают, за что они там дерутся. Потому что там действительно, чтобы вы правильно поняли, очень много мигрантов, которые штурмуют, которые хотят проскочить. Не-не, ребят, Европа это высший пилотаж. Вы даже не догадываетесь, сколько много мигрантов в Африке. Ну, с одной стороны, с другой. Так вот, вот эти с нигера мечтают прорваться, проломиться, выломиться, вломиться в Нигерии. Ну, потому что в Нигерии считается, ну, более высокий уровень жизни. А у Нигерии более низкий. Да, там, для их мечта, что они удалось. Не пускают, я говорю, там отношение такое. Вот такая ситуация. Да, Африка довольно специфична. Мы ее не знаем. Очень много мифов. Вот знаете, Африку мы знаем по лимпопо. Нет, Африка не лимпопо. Африка это действительно ужас. Новость. Конго. Опять Африк. 50 человек хотели захватить власть в Конго. Ну, так заявила их не руководство. Ну, это бред, конечно. Хотя, в Конго довольно большая страна. 50 человек хотели сделать путь. Нет, там время от времени власть меняется. Опять же. Понимаете, в чем дело? Как правило, эти страны очень... Ну, там нет центральной власти. Там очень часто отдельный регион. Ну, тоже Нигерия, в котором за Нигер. Там есть отдельный регион, где есть местные царьки. Прямо помню это слово. И они там правы. И здесь то же самое. Там, получается, столица наполовину контролируется властью. И все остальное. Так что, может, действительно 50 человек. Вы не хотите сделать переворот? Будете президентом Конго. У вас даже там дворец будет. Может быть. Или еще что-то. Ах, Африка, Африка. Да. И колонизаторы плохо. И без колонизаторов толку никакого. А теперь Великобритания. Ну, это действительно. Ну, как бы. Определенной степени сенсационная новость. Великобритании, да. Премьер-министр Великобритании. Ой, боже, как я. Ой. Раши Сунак. Раши Сунак. Хотел сказать Джон Сунюк. Назначил неочередные парламентские выборы на 4 июля 2024 года. Обратился к королеву. Королев. Королев. Хотел сказать, королев. Король дал согласие. Вообще, мало кто знает, что выборы назначают. Ну, все, что делает Великобритания, это король или королева. Она верховная. Но на практике оно довольно интересно. То есть, получается, король-королев всегда все делает, что скажет премьер. Традиция, не закон. Закона не существует. Существует традиция. И вот так. Премьер-министр Сунак решил провести неочередные выборы. Многие считают, что его партия консервативно проиграет. Выиграют лебристы. А некоторые говорят, нет, это хитро. Вот он сейчас специально назначил выборы. А лебристы не успеют объединиться, подготовятся и проиграют. Ну, посмотрим. И не сможем сказать, что да, в истории Великобритании были периоды, когда лебристы выигрывали. Когда консерваторы, ну, в последнее время консерваторы. И, как вы понимаете, сейчас фосты Гриу критикуют лебристы, что они все делают неправильно. Не, 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 не с точки зрения Украины. Лебристы, консерваторы. А ты эти без Украины не могут. Там все упирается в деньги. Ну, действительно, всегда есть какие-то экономические проблемы. Всегда есть. У нас сегодняшний момент, к примеру, в Великобритании довольно высокая инфляция. Для Великобритании. Ну, для других стран бумаги это высокая. И по этой причине там эта тема болезненная, что вот, правительство ничего не делает. Вспоминает и коронавирус. Все. Ну, посмотрим. До 4 июля-то немного осталось. А вы за кого голосать будете? За консерваторов? Или за лебристов? Но если кто не знает, я понимаю, что вот мы всегда называем лебристы. Это рабочий парк. Формально считается, что лебрист это социалистический парк. Даже в советские времена, когда первый раз лебристы выиграли парламентских выборок, сформировали правительство, в советских газетах писали. Социалисты пришли к власти Великобритании. Мне серьезно. Потом, правда, ну, советские люди читают, смотрят, а когда же они там колхозы начнут делать? Так что, как видите, интригом для Великобритании. Следующий раз. Грузия. Ну, вы знаете, вот эти митинги, вот этот закон про иностранных агентов и так дальше. Премьер-миист. Там же президент наложил бы это. Ну, в Грузии вы знаете. А премьер-миист, спикер-парламент, там же другая партия. Они обиделись, заявили, что вмешиваются внутренние дела Грузии, что так нельзя, что мы тут принимаем. Вообще, конечно, смотрится немножко дурновато. Страна, ну, полностью легла под Россию. Грузия на сегодняшний момент вассал России. На сегодняшний момент она проводит такую антиевропейскую политику, антиамериканскую. Она фактически стала марионеткой Путина. И ее еще собирается принимать в Евросоюз? Ну, если действительно примет Евросоюз, это будет что-то с чем-то. Ну, я не спорю. Там, конечно, до приема еще далеко. Никто ее еще не пригласил и так дальше. И могут, как Турцию, долго-долго мурыжить. Она долго-долго будет рассказывать. Вообще, по-большому еще туда. Грузия потеряна раз и навсегда. Это российская провинция. Все. История с Закашвили с его походом в Европу закончилась. А что ж, вот так. Следующая новость с Францией. Ну, Марили Пен, вы знаете, да? Вот она громко хлопнула дверью. Так хлопнула. Что ж, петли послетали. Она перегавкалась с немецкой партией альтернативно Германию. Ну, вы, наверное, знаете, есть такая партия. Она любит там, ну, она считается такая радикальная, суперправая, супер... Ну, короче, и так дальше. Так вот, до этого они были союзники. Причем официально. Там даже не было соглашение, что они союзники. Они в Европарламте вместе голосовали, делали какие-то демарши, заявления. То есть, они вообще вот такие были союзники по жизни. А сейчас перегавкались. Почему? Ну, честно говоря, сложно понять. Потому что Марили Пен обвиняет их в предательстве, то, что они предали все там идеалы Великой Европы и так дальше. Что они пошли на сговор, соответственно, с Шольцем и всем остальным и так далее. Что мы подумаем. То есть, полнейший скандал. Вот так вот. Ну, я думаю. В этом месте семейства. Ну, по скандале дело тоже дело нужно. Ну, я так догадываюсь, что тут больше связано опять же. Не хватает пиара. Пиара. Пиара зараза не хватает. Марили Пен на что-нибудь. А тут хороший пиар. Тем более, действительно, такой скандал. Знаете, в благородном семействе есть про что поговорить. Ну, Европарламент, конечно, на черта не ржает. Но от выборов и так дальше. Ну, почему бы нет. Во всем случае, новость, которая, да, действительно, сейчас расходится в мировое сообществе. Лишний раз вспоминает Марили Пен. Следующая новость. Вы были на Фиджи? Не были. А на Гаити тоже? А в Новой Каледонии? Вы в Новой Каледонии не были? А в какой Каледонии не были? Есть какие-то острова. Ну, в Тихом океане относительно недалеко от Австралии. Чтобы вы правильно поняли, это называется заморская территория. Франция. Да. Когда это была колония. Потом, ну, там статус. Там есть тоже, типа, законодательная ассамблея, выборы и так дальше. И вот начались выборы, там, погромы, педжо, скандалы. Так что Макрону пришлось пролететь. Ну, Каледония сказать. Что вы тут вытворяете? Понимаете, смешение не придумаешь. Нова Каледония, она просто паразитирует и живет за счет Франции. По этой причине вот этих вот выступлений некоторые имели, типа, что мы хотим отделиться. Родные мы. Да если вы действительно хотите отделиться, то Франция вас атак несколько раз перехрессит и говорит, черт, что там делать нечего. Понимаете, Нова Каледония, да, 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 острова, так дальше. Но она, как вам так объяснить? Без дотации существовать не может. Нет, там есть некоторые, ну, так сказать, вода, море, рыбка плавает, да. Но это... По большому счету, свое время Франции, ну, и сейчас даже есть политики, которые выступают за то, чтобы вообще эти вот заморские территории ликвидировать. Ну, повыгонять и порубать. Потому что получается так, из бюджета Франции деньги тянут, а толк никакой. Ну, это такие осколки колониального величия. Так что, ну, что ж, новость. Да, 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 там, я так понимаю, будет опять же сжигать, что-то ломать. Там, понимаете, какая ситуация, там действительно большое количество людей просто тупо живет за счет пособий. Тупо. Не работает и не будет работать. Да, климат неплохой. Да, есть возможность всегда дешевую местную водку. Да, это есть. Самогоночка вообще-то. И закуска тоже есть. Им нафиг ничего не надо. Откажите. По этой причине, вот, если есть повод побузить, а не сразу. Ах, клядь, давайте. Хотя, действительно, курорт хороший. Советую, советую. Проехать. На Тайване привели к присяге, это, вообще-то, пятый президент Тайваня, Лай Цинь-Тэ. Законно избранный, президент Тайваня, так дальше. Возможно, вы слышали новость, что там, ой, китайский флот, самолеты были подняты по тревоге. Так дальше, так дальше. Господи, родные мои. Возьмите данные статистики внешней торговли Китая. Тайвань является одним из главных торговых партнеров Китая. Не, не Юля. Главным торговым партнером. Очень много схем гоняют через Тайвань. Да, да, в Китае типа социалисты. У них действительно члены коммунистической партии, занимаются контрабандой. Да, действительно зарабатывают. Да, олигарх. Причем, самое интересное, что они члены коммунистической партии, члены ЦК, платят партийных взносов и взяток. Молодцы. Поймите, для любого лидера Китайской Народной Республики нужна, так сказать, тема. А тема Тайвань. И да, действительно, вот президенты избрали. Тут они мощь такую показали. Мощь. И потом все. Нужно шоу. Они это шоу делают. Менять. Понимаете, по большому счету, даже если... Вот Тайвань действительно вступит в состав Китайской Народной Республики, это плохо. А что дальше? Где фишечка? Где? К чему? А так вот есть. Да, да. Ну, понимаете, это цитата еще старая. Мао когда-то сказал, что единый Китай и так далее. Что они эту цитату постоянно поднимают, раскручивают, поддерживают. Те далек от мысли, что жители Китайской Народной Республики интересуются Тайвань. Им глубоко наплевать. Тайвань отдельный, не отдельный. Тем более, честно говоря, цитаты Мао им еще больше наплевать. Выросло новое поколение, которое... Да, они их выучили. Ну, понимаете, какая ситуация? Цензура такая, что вы никогда человека не спросите. Ну, когда этот человек приезжает за пределами Китая, ну, чаще всего они очень вежливые и говорят, это неинтересно. Ну, когда вы спрашиваете, ну, про коммунистов, про Мао, то действительно ли вы там читали, ну, это неинтересно. Ну, просто они не хотят, ну, как бы, ругать свою страну неприятно. А понимая то, что есть некая такая имитация страны, они это понимают. По этой причине чисто с китайской спокойствием, они это неинтересно. Давайте поговорим про китайский товар. Давай. Так что, Китай, Тайвань, вечная тема. Ну, зато есть про что поговорить. Луис Абинадер опять стал президентом. Вы что, не знаете Луиса Абинадера? А что вы вообще тогда знаете? Он стал президентом на выборах, набрал больше 70%. А вы его не знаете? Боже мой, как? Вы не участвовали? Я вообще не понимаю, как можно это? Это же президент Доминиканской Республики. И вы не знаете? Странно, я тоже не знаю. Ну, Доминиканская Республика, вот Гаити, это вообще интересно. Гаити жутко бандит. Там сейчас опять боевые действия, там бандит. Ну, там просто столько военных группировок, что сам. А Доминиканская Республика, наоборот, талон такой стабильности. И там действительно, вот этого президента, по-моему, 5 или 6 раз избирает. Там у них такая система. Он очень давно. И действительно, вот так вот, один остров поделим. И две крайности. Интересно. Нет, то, что 70% это было с самого начала, понятно. Там он практически несменяемый лидер. Да, да, вы скажете, да, родные, да, такая система. А с другой стороны, в Латинской Америке это очень распространено. Когда несменяемый лидер. Да и в Африке. Еще кое-где. Не только. И последнее на вас, самое-самое-самое. Король Испании, он же, представитель династии Бурбона, правда, по одной и другой линии. Бурбона потребовал от премьер-министра Испании отозвать посла Испании из Аргентины после величайшего оскорбления Его Величества, который позволил президент Аргентины, Хавьера Милей. И отозвали, отозвали. Мало того, премьер-министра даже сказала, что мы не повернем посла. Все. Поссорились раз и навсегда. Теперь Испания отдельно. Аргентина отдельно. Вот этот Милей был в Испании. Да, 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 да. Шума наделал. Вы себе не представите. Ну, во-первых, он обвинил премьер-министра Испании. А, она представляется, или она, или он, черт возьми их. Не, непонятно. Ну, короче. Не, не, он, он. Педро Санчес. Он обвинил премьер-министра Испании в том, что это продажный коррупционер. И вообще. Представляете? Приезжает ли я туда из страны? Не, ну и встречались. Ну, потому что там же у них, как бы, король, типа, президента же нет. Встречались с премьер-министром, провели там. А после этого он на митинге, выступая, говорит. Сволочь, мерзавец, коррупционер и так дальше. Как? И говорит, посадите вас, смолочь, надо лет на сто. Народ. Ра! Нет, действительно, надо должны жители Испании в восторге. В восторге. Ну, представляете? Приезжает президент и матом кронит их премьера. Потому что они, тихо, 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 тихо. Увиделся? Как? Что? Не доказано. Нет, там есть ряд уголовных дел, которые судья не нашли факта преступления. Ну, да, чисто коррупция. Ну, понятно, что президент рыльцев пушку. Ну, понятно, что премьер-министр Испании ворует. Ну, понятно, что ради этого он и премьером стал, чтобы воровать. Ради чего идут премьеры? Ради зарплаты. Ради зарплаты. Да вы что? Ненормально, что ли? Где вы видели такой идиота, который пойдет работать президентом, премьером на одну зарплату? Он что, дебил? Он идет, чтобы украсть. Да украсть так, чтобы аж хватило. И ворует, как все. Но, ну, обиделся, обиделся. А я сказал правду, матку. Нет, конечно, прикольный, Ваня, прикольный. Аж шороху, да, да дело. Но, это все мелочи жизни. Почему? Ну, понимаете, конечно, Милай хорошо выступает. Но что-то сделать в Аргентине очень сложно. Архи сложно. Я даже для членов Клуба экономической мудрости рассказал, ну, действительно, про экономику Аргентины. Что это пытается делать, что можно. Почему такая ситуация? Это рассказываешь. И, а в Испании, ну, ребята, ну, поймите. В Испании тоже коррупционеры, тоже олигархи. Тоже Испания, ну, держится на испанских олигархах. Да, они зарабатывают. Да, они разворуют бюджет Испании. Ну, и что сказать? Это ж их бюджет. Не ваш. Чего в нос чужой? Бюджет сосудит. Чего бы не доволен? Ну, вот, пято, говорили. Все. На этом прикольные политические новости закончились. Благодарю за внимание. До свидания. Вітаю вас. Ну, если смотрите мой канал, значит, что это зацикало. Поэтому я предлагаю вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульную строчку моего канала. Тисните кнопочку «Спонсорство» и два пакета для спонсоров. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрости. Дешевше не буває – це, перш за все, для тих спонсоров, які хочуть подивитись премьерний показ есклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стриму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрости – ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну, і податки правильно сплатити. Ну, і саме основне. Клуб економічної мудрости – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте. Дякую за перегляд!